здравствуйте друзья мы со светланой движемся ночной дорогой сторону океанского побережья города санта-круз и я хотел поговорить со светланой вот на какую тему у нас родители пишут о ребенке своем ну как ребенке ребенку самому 21 год вот но он как бы он хороший парень да у него казалось бы все все хорошо грех жаловаться родители он работает он зарабатывает он ну все хорошо но он все свободное время тратит в то что на то что играет в world of tanks да у него значит там на компьютере эта игра я честно говоря никогда не видел я знаю что она есть я знаю что там весь мир играет я знаю что вроде в беларуси и и разрабатывать но больше не знаю ничего и вот родители гаджон играет и даже он там вроде там приплачивает за какие-то advanced фишки продвинутые там этой игры чтоб там танки у него были быстрее и мощнее в общем и они переживают уже девочки у него нету он не ходит там на гулянки он не ходит на танцы он не ходит на партии какие-нибудь там и все такое а вместо того чтобы быть таким социальным более-менее человеком он не социальный вот он в игры играет света давай так что ты скажешь прямо так вот давай ну вот ты слышала вопрос правильно что я думаю я думаю вот что что в сегодняшнем мире конечно компьютеры играют огромную роль и занимая значительную часть времени и помимо чисто производственных вещей которые люди работают с компьютером есть огромное количество игр или действительно все свое свободное время проводят там не только играя в игры но проводя время например социальных сетях да и я могу сказать что это ничего более чем уход от реальности но послушаем социальных сетях как-то простояльными людьми общаются а тут то он с кем общается дело не в этом дело в том что понимаешь как тут выросло поколение людей у которых навыки общения с другими людьми не развиты да и в этом смысле он получает удовольствие от времяпрепровождение с другими людьми можно было петь вот мы были молодые можно было собраться петь песни ходить на танцы встречаться с девушками и так далее и сейчас можно вместо этого да ну тут вопрос значимости для него да то есть если у тебя отсутствуют навыки например такой компании получения удовольствия там пение песен под гитару сиденье у костра нахождение в походы и так далее да у тебя отсутствуют навыки общения с другими людьми от общения с другими людьми не получаешь удовольствия хорошо нет навыков нет удовольствия это на самом деле очень серьезная проблема хорошо что дальше ничего дальше ты сможешь только только просто советует чтобы он эти навыки каким-то образом приобретал потому что она так что лучше давай так все-таки мальчик сам там не обращается вопрос с вопросом обращаются его родить давай мои родителям что-то скажем потому что если пункт тебя обратился ты бы ему сказал послушай ты молодой парень да ты не должен так как бы вырывать себя из естественного таскать хода жизни да и так это понятно но вот родителям то что скажешь как если парни вообще-то говоря наверно в этом родителям нужно сильно задуматься об этом то есть как бы это же не такое не такая ситуация что вот что сделано в начальном мире многое упущено то есть вместо того ребенка вот пока маленький добавят в прошлом все давай про будущее подворил он им хирургическим путем сейчас решить то что назревало много-много лет давай такой вопрос эти наводящий значит ведь считаешь что тем что он вот чего-то такого не хочет делать социального а в тоже как-то один уходит куда-то что какая-то компенсаторная система срабатывает он компенсирует этим что-то чего у него в жизни нету может быть ему надо добавить что-то что в данном случае пытается скомпенсировать может быть радикаре родители в состоянии нечете стать этого не система он безусловно пытается скомпенсировать этими играми отсутствие нормального человеческого общения безусловно это очень большая проблема выросло поколение целой людей которые не умеют общаться давай так что в нашем поколении все умели общаться разве не было людей от которых все шарахались разве не было людей которые нет двух слов связать не могли абсолютно а социальные и больные люди есть всегда которые совсем а социальные сегодня это аутисты до которых совсем они они в своей в своем каком-то мире но дело все в том что что мы жили в общинной среде. Мы с детства проводили свое время на улице с другими детьми. Прыгали в резинки, играли в классики, мальчики играли в футбол и так далее. Сегодня дети с малолетства, в войну, бегают где-то, казаки-разбойники, сегодня дети с детства, с малолетства, с 5-6 лет сидят на компьютере, играют в игры. Они не умеют играть казаков-разбойников, они не умеют прыгать в классики, они не умеют прыгать в резинки. А когда ему уже 21 год, ему уже это все и неслушно интересно уже так сильно продвинуться в компьютерных своих навыков что все остальное и виртуальный мир подменяет реально это очень большая проблема мало того мало того сегодня все-таки уровень жизни изменился настолько что одинокий человек да раньше когда считалось как бы семья да кто мне будет стирать носки и гладить рубашки и чтобы там дырки на рукавах конечно нужна была какая-то нужна женщина в доме да и это было стимулом для мужчин все-таки каким-то обзаводиться семьей детьми тогда сегодня такой проблем вообще нет все и супермаркетах не да есть рубашки стирают химчистках и так далее так далее то есть сегодня бытовые условия не являются необходимым условия для того чтобы человек женился может быть его нужна девушка которая играми увлекаются ты не можешь дать такой совет дело в том что это серьезная проблема ему нужно учились он сам этого не ощущает даже принципе в сегодняшнем мире он может вырасти на 21 год он может сушить посидеть за компьютером играет ну давай он будет получать удовольствие это вам будет я скажу значит я видел много людей которые здоровы играть в игры и они как быть делятся на две категории одни люди у них такой я бы сказал обнормальный вид и внешность такая странная и и как бы видно по ним с первого взгляда что они немножко как бы вот не в себе что ли выпадают на и отсутствующий взгляд и какая-то совершенно одеваются с полным пофигизмом и так далее вот они живут и вообще людей вокруг не видят и не слышат это один тип второй тип есть совершенно нормальные люди которые вот как этот парень и работают и зарабатывают то есть они у него очень многие социальные функции на месте ты понимаешь что происходит он же когда работает он же социально нормально с другими людьми наверное работают или не одно и то же но не то что он какой-то понимаешь социопат но постой я закончу я закончу поэтому если парень сам себе нормально а единственное что родители беспокоит что у него нет девушки в 21 год и что он вместо того чтобы ходить там искать себе девушку или вместе там с другими мужиками там пивы пить или там я не знаю что там они могут джим ходить и так далее то может быть ничего страшно вот я тебе скажу по критериям скажем кремниевой долины да вот тут мы живем да полно таких через одного цвет и не то чтобы они какие-то миша сажаем все что ты сказал про эти люди которые неряшливо одеваются с собой не следят это уже результат это как болезнь который тебя оттягивает от жизни который ты должен прожить затягивать виртуальный мир и совершенно другие ценности где смысл жизни совершенно другой выиграть какую-то игру перед виртуальном мире ты не будешь зарабатывать хорошо понимаешь он может чек может ходить он там компьютерный какой-то человек он может зарабатывать деньги чисто машинально приходя на работу он пишет вот там какой-то тоже оторванный от действительности от реальности сказал два слова менеджеру посидел на митинге все все общение он целый день работает с компьютером и это на самом деле то это очень чревато он может остаться один на всю оставшуюся жизнь и чем дольше это будет продолжаться тем тяжелее оттуда выйти ну я скажу так вот ты боком затронула тему серьезно очень глубокую о том что меняется функция семьи и вот если раньше например там мужчина и женщина жили таким образом что мужчина зарабатывал женщина сидела дома занималась детьми хозяйством причем детей много было и как бы они они ну жили в таком мире значит сегодня очень многие функции которые женщина раньше выполняла уже нет не нужно больше выполнять во-первых у нее нет столько детей во вторых если они оба работают еще и хорошо зарабатывают так а чего они нянечку взяли там еще купить можно все что угодно правильно я уже не говорю там про хорошую еду которая можно купить готовую просто из кушать и получается что многие люди у них пропадает потребность в спутнике жизни ты это еще одна важная вещь не сказал что спутник жизни это еще тот человек с которым ты просто разговариваешь конечно понимаешь а эти компьютеры заменяют разговор даже в этом смысле им никто не нужен им просто никто не нужен рядом бытовые функции все сделаны чем можно сказать что у них есть сексуальные наверное какие-то потребности у молодого парня но это уже как бы такой вопрос как-то удовлетворить да без того чтобы сильно увлекаться да зачем женщина для этого то есть получается что абсолютно все функции могут быть решены без семьи да да это это очень большая проблема очень и родители обеспокоены к сожалению давай так они беспокоятся пляж когда парни же вырос а вот я знаю например что дети сегодня маленькие они с 5 лет у них компьютерные игрушки в руках сидят вот в эти компьютерные мушки не разговаривали с родителями не разговаривали со сверху если даже не представляешь масштабов вот ты просто говоришь потому что может быть ты видела пару человек я почти каждый день вижу когда ко мне приходит ну там мама пришла там сделать резюме да студентка и она приходит с ребенком там 5 6 10 12 14 лет этот ребенок сидит там в холле у нас и фигкачет он ничего больше не делал не читает книжку он не общается там с людьми которые вокруг вас садится и фигкачет в любом возрасте абсолютно абсолютно индусы и китайцы если они не понимают опасность всего этого да да не наверное ребенка не ограничивает в особо здесь у меня проблем со зрением и так далее и так далее они вы не ограничили это удобно да это удобно сунул в рот ему такую конфету в виде компьютера или игры какой-то и он сидит никого не беспокоит но это очень чревато причем это как серьезное заболевание потому что человек теряет половину своих навыков таких социальных хорошо давай не будем по кругу все-таки значит мы как бы два аспекта в этом разговоре имеем первый аспект тот в который ты все время уходишь то есть ты уходишь в проблему как такову а я пытаюсь вернуться к людям которые вопрос задают потому что там по тексту вопросы там они потом начинается слово спасите понимаешь помогите дайте что-то какой-то совет на что делать я думаю что нужно во первых так если у человека нет самого желания как-то изменить ты говоришь родители еще но опять мы можем возвращаясь к этой теме когда мальчик хотел что-то изменить свою маму надо про маму немножко ты не можешь родители обеспокоены родители не могут проделать тот путь который мальчик должен проделать они в свое время сделали ошибку посадили его за компьютер а сейчас ему 21 года не берет господи а что же делать сейчас сейчас искать психологическую помощь ты не можешь искать извне из правильно поэтому я и говорю если парень сам не хочет если он живет в своем виртуальном мире я у меня нет ответа на этот вопрос если он сам не хочет и считаешь с ним все нормально родители ничего но в принципе это все-таки взрослый человек уже 21 год он взрослый мы с тобой 21 год единственное что они могут сделать у тебя ребенок родился 21 год нет-нет единственное что родители могут сделать но это такой совет который может не понравиться молодому человеку поселить его из дома нет зачем он зарабатывает а что значит смотри у него сегодня основной интерес это компьютер то есть он сегодня все свое время посвящает компьютеру родители могут если они вместе живут изменить свой образ жизни каким-то таким образом чтобы отвлечь его от компьютера то есть купить дачу чтобы картошку копал нет но это примитивно он будет отлынивать он не захочет нет устраивать что-то интересное совместные какие-то мероприятия то ли пойти посмотреть вместе кино и обсудить его то ли прочитать какую-то книгу чтобы ему было интересно заинтересовать чем-то помимо компьютера ты знаешь что я тебе скажу если они раньше этим не занимались как семья то начать этим заниматься когда парня уже 21 год я думаю что он вполне отстранен к этому может это правда это это не просто девушку какую-нибудь пригласить молодежь приглашать и так далее ну подожди но что ты думаешь это единственное вот они спрашивают совета спасите значит советов несколько если парень сам захочет помочь ему найти психологическую помощь как выйти из это если наркотики если он считает ненормальным и хочет чтобы его помогли да это наркотики пойду это брать должно быть такое же лечение как от наркотической зависимости вот если они с детства этого не делали сейчас забыли об этом уже сегодня давай сегодня свет я не могу когда все время с детства с детства с детства за и надо продел не спрашивай меня тогда и я конечно нет решения в этой ситуации человеку нужна психологическая помощь вот и все если он сам не хочет и получить ничего не сделать не могут но почему-то у меня все время спрашивай спрашивай как будто я тебя я живой бог я не против послушать я просто по кругу не хочу люди же слушают они не хотят по кругу они хотят движения зарю но чего нельзя сделать они упустили момент остальным скажи этим помочь нельзя уже скажи остальным как дети маленькие с которыми никто не разговаривает они сидят целый день играют в игрушки вот этим скажи хорошо давай давай тогда так мы сделаем давай закончим этот сюжет вот чем мы как бы пришли к тому со светланы что поскольку парень достаточно взрослый то вряд ли родители что-то такое могут сделать ну как бы не настолько чтобы мы могли посоветовать с другой стороны я думаю что поскольку у нас все-таки смотрят сколько людей и наверное какие-то комментарии будут и может быть те кого against что сказать может быть опыт какой-то значит может быть они что-то скажут правда с не обязательно чтобы от нас тобой исходил ответ может может ребята на канале у нас там психологи профессиональные есть и просто люди с жизненным опытом может быть они скажут может быть пацаны молоденькие может там 15 летние 16 летней из которых целый день вы игры играют может быть они что то скажут такое что они нас слушают не сомневайся очень слушаем вот так что я завершаю тем что приглашаю всех высказаться и очень желаю чтобы то что родители хотят парня спасти очень надеюсь что не то чтобы его там надо сильно спасать а может быть он сам выкарабкается и может быть даже не такая проблема просто просто если ему понравится какая-то девушка но надо иметь создать возможность сделанные может встретить я я о том сейчас говорю что он и сам нет не надо родителям создавать возможность по девушкам это пусть уж он как-нибудь сам я надеюсь что он и сам спокойно с этим совсем справится просто взрослеет немножко и все и появятся другие интересы спасибо большое всем кто нас слушал счастливо